На часах за полночь в Харькове волонтёры группы «Сыла Допомогы» готовятся к очередной поездке в зону АТО. В маршрутном листе Луганская область, Трехизбинка и Старый Айдар, Счастье и Беловодск. О своём профессиональном празднике, Международном Дне Волонтёра, харьковчане, за полтора года объехавшие большую часть Донбасса, не вспоминают. Некогда, как и всегда, их ждут. В этот раз бойцы 92-й и 80-й бригад. Их нужно поздравить с Днём Вооружённых Сил Украины. За время проведения АТО, рассказывают волонтёры, многие из них ушли воевать. И наоборот, демобилизованные пополнили ряды благотворителей. Осваивают волонтёрскую деятельность и бывший миномётчик 92-й бригады Иван Кравченко. Волонтёрам не хватает сейчас средств, потому что поступает их очень мало. Люди либо перестают верить, либо уже просто физически не могут помогать. Сейчас с обеспечением военных дела обстоят лучше, говорят волонтёры. Но по-прежнему есть проблемы с техническим оборудованием. Не хватает прицелов, тепловизоров, приборов ночного видения. Государство всё ещё не поставляет перчатки, шапки, балаклавы, термобельё и термоноски. В зимний период есть острая необходимость в противопорстудных и противовирусных препаратах. Не хватало самого элементарного, не было зимней формы, не было зимних берцев. То сейчас ситуация стала лучше. Но тем не менее, остаётся много потребностей, которые государство не в силе до сих пор закрывать и которые являются очень актуальными. И очень важно, чтобы люди также продолжали помогать, потому что война на самом деле не закончилась. Помогают волонтёры и местному населению. С семьёй Куликовых из села Старый Айдар харьковчан познакомили военные. У них семеро детей, есть и приёмные. Сейчас в одном доме проживает три семьи. Уехать им некуда. Волонтёры привезли детские вещи и продукты. Но этого мало. Само ближе, метра 800 упали ракеты, когда было сильное такое, сильные обстрелы. Было желание уехать, потому что дети, опасность большая была. Сначала боялись, сейчас привыкли. Первыми поздравления с Днём Вооружённых Сил от харьковчан получают земляки – бойцы 92-й бригады. Помимо необходимого, волонтёры привезли вкусности от харьковских хозяек – домашние пряники, пироги и кексы. Последние – особенные, с медалями. Всё это вместе с наградами от Минобороны и Генштаба АТО руководство бригады развезёт по позициям. Мы приготовили самым-самым таким, что схожее на частушки. И когда мы будем развозить по ВОПах нагороды официйные, плюс мы ещё им приготовили смешные такие, четыре строчки каждому. Нам передали и дети малюнки до свята. Они уже запакованы, мы их развезём, раздам. Ну и там листы и картинки. Котлеты из сардины, жареный картофель, консервация и оливье. В счастье, военные тоже готовятся к празднику. Фасад – крайний блокпост украинской армии, через полкилометра – оккупированная территория. Это одна из наиболее опасных точек передовой. Взводно-опорный пункт находится перед единственным уцелевшим мостом через Северский Донец. Полгода военные удерживают порядка 30 соток украинской земли. Несмотря на перемирие и профессиональный праздник, бойцы снова готовятся отражать атаки. Чистят всё оружие, в том числе автоматические и ручные гранатомёты. В предыдущие праздники нас, как правило, сепаратисты, скажем, в кавычках, поздравляли. Обычно они стреляли в нашу сторону из стрелкового оружия, из гранатомётов. И если они решат устроить нам фейерверк, то, соответственно, мы сможем ответить им взаимностью. В лагере десантников кипит работа. Бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады готовятся к зиме. Запасаются дровами. Рассказывают, в праздник в наградах не нуждаются. Важнее телефонный звонок от родных и любимых. Мы со знанием достоинства и гордостью за своё государство находимся здесь. Не прячемся, не скрываемся. Вот это и есть наше отношение к армии. И к данному празднику. То есть чем больше будет людей готовых с оружием в руках отстаивать честь и достоинство своего государства, тем будет лучше. Через сутки поздней ночи волонтёры возвращаются в Харьков. Говорят, профессиональный праздник удался. Следующая поездка уже через неделю. Помочь собрать всё необходимое для неё можно, перечислив средства на карту. Оксана Зинковская, Евгений Карпенко, медиагруппа «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...